Какая кому разница, что я там ношу? Мечта многих мужчин. У них традиционная ориентация. Мужчина, играющий на архе. Вот я пошел на вечеринку, хоть голый приду. Не допускают женщину к своему анусу. Почему это кого-то вообще беспокоит? Мужчину в детский сад, который там умеет играть в футбол. Ну, это ж вот ты. Им приятно от того, что кто-то трогает их анус. Значит, они педики. Меня зовут Влад. Дети называют Владиком. Мне 31 год. Нет четкого понимания должности на месте моей работы. Это либо воспитатель, это либо куратор. Я работаю с шестилетками, кто готовится перейти в детский сад и к школе. На протяжении всего дня я как бы рядом с ними. Меня зовут Александр Голдачев. Я музыка. С 95-й год в Санкт-Петербург. Я был первым мальчиком-архистом в лицее при консерватории за 75 лет его существования, за тот момент. Тогда общество не задумывалось об этих стереотипах. У нас были абсолютно другие постсоветские стереотипы касательно мира вокруг. Я зовут Артем Тимиров. Мне 31 год. Я занимаюсь кофе, я занимаюсь общественной деятельностью. Я иногда надеваю платье на вечеринке. Я могу накраситься на вечеринке, накрасить губы. Для меня платье – это карнавал. В карнавалах раньше, в более прогрессивном обществе, чем сегодня, не видели вообще ничего прогрессивного. В арфе более 6-7 тысяч лет. За это время изменялось многократно отношение к этому инструменту. Откуда пошла наша сегодняшняя волна? От высшего общества 17-18 веков. Стали появляться педальные, большие, красивые инструменты. Девушка поет, играет на арфе. Это очень красиво. Для мужчины это стало через какое-то время уже тоже символом женственности. Во всей практически Европе, Америке, Южной Америке мужчины-арфисты в основном – это гомосексуалисты. Меня зовут Борис, мне 27. Я из Петербурга, я худважник. Я жил на севере, прямо на окраине. Ну, грубо говоря, мой квартал, и уже все, а там гаражи. Это было так странно, когда, ну, например, я накрасился, там, надел какие-нибудь штуки. И я шел, сначала я шел до трамвая, потом я садился на трамвай и ехал на метро в центр. И там все эти чуваки кричали либо «Э, пидор!». Да, мордобоя именно из-за этого никогда не доходило. Но, как бы, пару раз, ну, меня хотели избить за это. Когда-то у меня были длинные волосы, там, развивающиеся кудри. Но тогда и вообще, мне было там лет 14-15, я вообще не задумывался, какие ассоциации, какое внимание это привлекает. У нас очень мощные традиции. Мы их всегда противопоставляем вообще, в принципе, всему. И в этих традициях заложена вот эта вот мужская сила и, можно сказать, такая неотесанность. Ты надеваешь, скажем, джинсы в обтяг, потому что, не знаю, вот попа у тебя тогда хорошо видна, а попа у тебя красивая. И ты такой, вот, пусть тебя смотрят на мою красивую попу. Чуваки такие, что, он себе нравится, это какая-то хуйня, ну, что-то тут не в порядке. Ты должен быть с облупленной кожей, в прыщах, там, я не знаю, и уродливым. Вот тогда его нормально, настоящий мужик. Мужественный мужчина, он должен быть мужественным. Это значит, что он должен быть сильным, смелым, отважным, честным. Он обязательно храбрым, он должен не бояться, он должен не ныть, он должен не быть нежным, он должен не быть слабым. И вот это вот все прочее говно. Мой отец мне рассказывал, ну, когда я вот был маленький, что-то армия, армия, и рассказывал такую, типа, шутку. Ставили табуретку вверх ногами кому-то под кровать, а кровати же, ну, из пружинок, и что, типа, чуваки за***ли, приходили, прыгали, и вот табуретка. И я думаю, что вот такие явления наложили отпечатки на то, как тебе нужно себя вести. Ты не можешь показать слабину, потому что, значит, в России есть культ унижения, культ силы, и мужчины идентифицируют себя в России через насильственные практики, через подавление других людей. Это в основе мужской идентичности в России. Как понять, что такое слабость? Вот плакать – это слабость или нет? По идее расплачивать, значит, слабость. Ну, на самом деле, это же наоборот, типа, механизм для того, чтобы, ну, как бы, быть еще сильнее. Генучары, типа, они там были супервоинственные, постоянно рыдали, потому что, ну, крыша же поедет. Мужчины в нашем обществе есть право применять насилие. Поэтому, если мы будем говорить про то, что ждут от мужчины в России, что он будет бить свою жену, что он будет бить детей, что он, в принципе, может полезть в драку. Вот это настоящий мужчина. Если в драку не можешь полезть, значит, ты не можешь. Мужественность – это проявление агрессии. Но спроси у любого мужчины проявление агрессии – это хорошо или плохо. Любовь скажет, что это плохо. Но почему тогда и зачем вообще нужна агрессия для мужчины? Я думаю, что нам всем нужно говорить о женственности, я думаю, что нам всем нужно говорить о человечности, нам нужно говорить о домашнем насилии, нам нужно говорить о слабости. У меня, наверное, месяца два в голове формировалось вообще, что я делаю. Когда в голове как-то это уложилось, я понял, что я здесь останусь. Все рассказы с верстником были в форме похвастаться. Это было что-то все-таки уникальное. То есть ребята 20-30, они говорят, вау, это интересная профессия. А у тех, кто старше, первый вопрос – зачем и почему? Я не переживаю, потому что как раз вот сформирован внутри стержень моего собственного понимания, что я это делаю не зря, что от этого есть какая-то явная польза для меня, для моих детей, для детей, с которыми я работаю. Общество боится необычных проявлений. Мне бы хотелось, в принципе, чтобы мы отходили от стереотипов. В сексе бесконечное количество гендерных стереотипов. Мужчины, например, не всегда готовы сделать что-то для женщины. Женщина должна делать все для них. А они уже делают что-то тем, что происходит пенетрация. А то, что женщина не испытала оргазм, это, в принципе, их не очень волнует. Мужчины еще и, в принципе, не готовы принимать удовольствие от секса без каких-либо ролей. Потому что если мужчина перестает в сексе выполнять доминирующую роль, он начинает чувствовать себя неловко. Мужчин проблем – они не могут друг с другом разговаривать. То есть мужчины могут там в рамках какой-то игры, деловой, легкой барной атмосферы вести какую-то беседу. Но вот чтобы разговаривать о семейном, о чем-то личном, я вот такое никогда не встречал. Если предположить, что мужчины вдруг захотели жить на земле, где у них недоминирующее положение, то все сразу станет нормально. Мне было важно, чтобы дети видели, что папы тоже могут общаться с папами. Что есть другие какие-то такие папы, что папы – это не только какие-то без вести пропавшие непонятно где с деньгами люди. Мальчиков нужно растить любящими мир, людей и себя. Сто процентов. У них не будет желания завоевать соседнюю страну. Я прошел такой канонический путь, ну якобы мужественности, то есть окраины города, средняя школа, какие-то гуляния во дворах. Потом университет, техническая специальность, армия, работа, жена. Родились дети. Потом вот за счет опыта и осмысления сознания всего эта мужественность порушилась, и началось какое-то гармоничное существование во всем этом мире. Как любой стереотип, он разрушается, как только люди видят альтернативу. Я вижу общество будущего именно лишенные стереотипов. Когда человек именно мыслит, когда он может анализировать, посмотреть на ситуацию с двух сторон, это дает ему свободу. Я бы хотел, чтобы с нами было все хорошо. Чуваки, которые хотят надеть платье в стерлитамаке, хотелось бы, чтобы они могли спокойно его надеть, и чтобы это никого не раздражало, и все были рады и счастливы, любили друг друга. Вот это было бы классно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok